Также у нас было заново отдано ФБ, очевидно, а все остальное будет уже по-новому. Да, и теперь Эмберу нужно будет, что делать, камбэкать по крипстату. Да. Потому что изначально я говорил, что инвокер должен с Эмбером точно нормально стоять. Но он может не качать щит, например. Но нет, качал, кстати, и после как раз торнадо его прожал. Грамотно-грамотно. Ну, опять же, наверное, с раскачкой все в порядке у Егора. Он возьмет на третьем левеле фист в два. Сейчас поиграем. Ух ты. Это интеграция от торнадо. Да, да, да. Это я просто баночку торнадо открыла, друзья. День затягивается. Уже энергии не хватает. Так что и вам советуем, если вы сейчас просматриваете этот матч. Так, ну что еще можно сказать такого интересного, да? Очень, наверное, грустно должно быть для манимейкерс еще то, что они вытянули линию под самый конец в харде и стояли по тайру. Но тут вроде тоже все, в принципе, в порядке. Смолкемп там раздеваржен от Мэри Уай. Но в любом случае сейчас стоят под тавером. В один момент уже Клоквер, если что, сможет запулить. Как вообще, вот и мне интересно прям морально устоять после количества такого пауз. Ладно, мы, да, мы как бы сидим, ничего не делаем, ждем. А ребятам-то еще играть надо. Ну, знаешь, мне кажется, это лучше, чем то, что было в прошлогодних квалификациях, когда Пупей попал в такую же ситуацию с командой Сикрет. Потому что тогда так вышло то, что они за день были вынуждены скатать 9 карт. Так они по итогу еще раз опять Биг Джана убили, правильно? Да, да, да. То есть это уже... А, хорошие розы, кстати. Лукаса здесь пробивают, есть гранатка. Вряд ли убьют, хотя... Убьют, убьют. Нет, нет, Слеер откинул телекинезом. Да, там Волчара пойдет грызть, но будет в порядке гирокоптер. Я думаю, что ты выбиваешься из колеи матча, все-таки какой-то темп сама вся серия имеет. То, что пауза, игра, пауза, игра, пауза, игра. А здесь игра уже начата, уже какие-то мысли были, и они сбились. Даже когда просто ингейм пауза ставится, узнаешь, что я продолжительный, минут на 10 из-за каких-то тех проблем. Лично мне даже как комментатору становится уже сложно смотреть, в плане того, что ты там как-то сбился с мысли, а что там было, как-то таймлайн потерялся, какие-то колдауны забылись, что там Порошана уже забыл. А когда ты стеешь внизу, скорее всего, ты еще тяжелее ощущаешься. А еще проблема в том, что, вот сколько уже было ремейков, два или три, я так и не понял. Основная проблема в том, что, может быть, какой-то план на игру был озвучен командами, и уже все немножко позабылось в теории. Но смотри, все равно 0.2 к этому же и пришло. 0.2, да, Крипстат, Крипстаты, наверное, даже получше в этот раз у Манимейкерс. Ну, скорее, даже, наверное, равные, но нету прям какого-то просадки по линиям. У Эмбера все очень хорошо, у Баланара получше чуть-чуть, чем было, и у Гирокоптер тоже по Крипстату топ-1. Я думаю, можно уже, на самом деле, переходить к Нетворсам. Да, что-то рано, треть минуту всего. Да, уже можно, я думаю. Да, давайте, фикснем. Ой, Локера, кстати, больше Нетворса, хотя у него столько уже там Крипов было добито. Ну, давай смотреть. Атакеры у нас тут на Морфе показывают. Морф всеми консилиумами мира уже считается слишком зарезанным для того, чтобы вернуться обратно в Мету. Ну, смотри, как это работает, на мой взгляд. Учитывая то, что в Мете сейчас вот тот же Гирокоптер, да, Морфинг — это такая классическая ответочка на вертолетика. Поэтому Морфинг тоже живой, 100% живой. Ну, вот ни разу не видела, чтобы у Морфинга пытались вертолетика закрыть, хотя вертолетиков у нас очень много. Ну, то, что банят, наверное, часто. Да нет. И смотри, Разор тоже, да, Разор тоже очень крутой герой сейчас, и Морфинг тоже против него прям суперкрут. Так, Мариуай тут почему-то напал. На самом деле есть Disruption, и просто выйдут, да, ребята, из MindGames, MindOik. А то сверху Лукас разобрался с Шаргаратом Владимиром. Что-то там случилось страшное. Что этот вертолетик сделал? Как они так? Он в кустах застрял всех на свете, что ли? Ну, кусты так-то опасные. Не знаю, может быть, граната свежая подъехала Семену, и получилось под телекинез, да, закомбинить ракетку, телекинез, да, чтобы долгий стан был и убили. Да, на самом деле старт такой себе у Ликана. Опять же, да, не стоит забывать, что доминатор его будет законтрен. Шардом Баланара, то есть он сможет всегда его крипа кушать. Поэтому нужен хороший старт Ликану, чтобы он хоть какую-то игру показал. Будет ли такой старт или нет, мы посмотрим. Пока, конечно, эта смерть немного его подкосила, но всегда можно камбэкать в том числе и в лесу, и что для Ликана тоже не составляет проблем больших. Широ Джуниор тут пытается фармить на инвокере, пока под тавром не все он добивает, но бизнес-крип ему достался, и то хорошо. Урну собирает себе Чиро Джуниор. Ну, не мудрено, да, другого билда, наверное, нет. Ну, хотя есть там какие-то Вичблейды, да. Не, у нас был один такой с Медасом Ахтарином обычный. Так, тут у нас Егорыча цепанули очень хорошо. Егора большие проблемы. Выйти отсюда у него не получится. Погибает после Торнадо, и дальше Широ Джуниор. А вот бахнул бы Торнадо Энерджи, конечно. Да, тяжелый момент произошел. Со всем другом бы все пошел. Не было шестого левела у него, на руну не успели как-то отойти. По итогу Бигнум просто забирает ДД здесь. Но Эмберу... Не сказать, что прям что-то плохое произошло, и что-то вернется. Пустые попался, Карст Краун получил. И сейчас еще и заряженная тычка прилетит. На съемочке что-то отдадут. Хотя стики прожал, смотри, Кнармаз живет, Бигнум подсейвил. Да, да, в порядке. И сейчас уже будут скоро виздом руны. И смотри, смотри, что делает Клок. Клок идет воровать, а туда никто не успевает. Туда никто не успевает. Из команды Манимейкерс. Бигнум идет, у него в КД Дизрапшн. У него и маны даже нет, чтобы Клок... Но Клок не скажет, что прям ворует. Там 10 секунд еще он пока подойдет. Точно, точно сворует. Единственное, не, оно поможет ему как-то разобраться. И все, Семыч здесь. Сейчас выкинут его просто из Коков, и все. Проблема решена. Да, и на Сталкер забрал, да. Хорошо сыграли. Ну, один саппорт не досчитает с экспой из-за этого. Из-за того, что забрал его. Было бы очень жестко, да. Мы помним предыдущую карту, где ЮА Алейкум постоянно... То есть на седьмой минуте, на четырнадцатой минуте забрали по две виздом руны. И там играть было вообще невозможно. Егор, все еще пятый левел, у Чирича уже седьмой, кстати говоря. Да, все-таки по итогу из-за вот этого ганга инвокер. Сильно вырвался вперед. Да, да, есть номинация от него. Друзья, я вам пока хочу рассказать про прикольную акцию от наших партнеров. Собирайте NFT коллекцию, покупая Tornado Energy. И принимайте участие в еженедельных розыгрышах. В всех этих призах вы можете также получить себе и мощный ПК, и много других классных плюшек. Так что, влетайте. А мы пока смотрим на то, как за рункой попытаются здесь сходить. Ребята, у Moneymakers немного проблемы образовались. Хотя вроде как ЕМП задоджить у Бигнама получилось. И у инвокера большие проблемы. Он погибает, потому что еще и подтянулся сюда ночной Night Stalker и разобрался. Да, отличное перемещение от Night Stalker. Прямо под руну подошел. Есть ночь. Получилось законтролить. Ну, это Бигнама доедает волки. И такой микрокомбэк случился. Один волк, все. В порядке будет. Слишком сильно вышка зарегенит до Стармора. Все-таки собирает доминатор Ликан. Другого билда, наверное, сейчас у Флейн Ликана нет. Можно, конечно, в теории купить какую-нибудь саблю, манту. Но, наверное, это вообще-то. Да, кто-то, знаешь, паста гоним собирал. Кто-то там может просто в Кирасу пойти. Кто-то там просто в ауры выходят. Творческие билды. Вот есть некоторые творческие люди, но это скорее какой-нибудь есть или 33-й могли бы поэкспериментировать. Так, ну пока. Здесь Ликана есть еще колдаун. А ультимейтов-то у Володи нету. Можно забирать. Здесь Володя, да, он точно здесь погибнет. Хотя там летит кто-то на сейв. Да, Клоквик полетел, но очень поздно. Волка уже не спасти. Он отправляется в таверну. У Лукаса уже киллен спри. Хорошо, он вырывается вперед на тысячу золота. Относительно морфа вышла. И Бегжан пытается заличить немного экспы. У него пока еще только четвертый левел. Один крипочек будет пятый. И Широ Джуниор пытается продолжать мешать Егору жить. Ну, кстати, по золоту они выровнялись практически. 300 золота разница осталась. Там был косарь. Надо ли покупать фейзы, когда у тебя тяжелая игра на эмбере? Я вот думаю. Арморчик. Мне кажется, лучше оставить было Блайтстоун. Да, и может быть сразу выходить Молнией. Ну ладно. Может быть я не шарю. И мидеру команды Манимейкер лучше знать. Так, тут на морфа нападение, кстати. Есть еще и Сайленс. Это была Нара. Здесь должен погибать. Морфинг. Он не успел перекачаться. Еще одна тычка. Да, и Бигнум добивает. Круто подловил на Дизрапшн. Вот та самая комбинация все-таки против морфа слегка работает. Не успел атакер именно на выход с Дизрапшном нажать перекачку. А потом ты уже не успеешь никак. Потому что будет на тебе Сайленс была Нара. Фейза купил себе все-таки. Егор будет следующей шмоткой Молнии покупать. Ну хотя бы не грейдит в Коррозию. Тоже правильно, наверное. Инвокер двигается к Весселу. И Нарквилл надо все-таки дулутать где-то этот шестой. Пора бы уже. Очень грамотно, кстати, ребята. С легкой линией Манимейкер сделали то, что убили большого крипа на том кемпе. Это был тролль. С троллем могли очень жестко подпрешерить его аллейком. А теперь по итогу... Ух ты! Еще и забирают доминаторного крипа, которого только что забрали. Лукас нападает тут, но дальше не идет. Потому что Чиро Джуниор уже рядом. Плюс бабки получаются. Крипто богатый. Еще и кулдаун теперь доминатора. Да, вообще нету игры у Ликана. Хорошо, что его получилось подпрешерить. Потому что пока не выходит толком это сделать с Марфом. Да и Инвокер в игре. Хотя Инвокер пока еще не подключался в полную силу. В основном вокруг мида и строились его атаки. Сейчас он тут снова немножечко подбивает Егора. Но одного торнадо здесь будет явно недостаточно. И дальше Егор Ильич идет в Милштром. Ничего особенного на этой карте не происходит. Но 3000 перевеса и 1.7 счета имеется в наличии. И по кэфчикам мы видим то, что небольшой статус фаворита имеют. Манимейкер с 1.82 на них и 1.9. Ведь Бутбум дают на Аликум Нихау. Это похоже на правду в принципе. Я, наверное, даже побольше кэфчик на Аликум зарядила бы в такой ситуации. Но, друзья, в любом случае для вас действует промокод TI2023, по которому можно получить 100% бонус к первому депозиту. Да, в любом случае, наверное, котировки такие. Потому что у ребят за Радиант очень хороший драфт. Тут прям на морфа. Прям не сказать, что что-то есть. Да, есть Найт Сталкер, да, вроде хороший пик Найт Сталкера, но этот герой в один момент, ну, то есть герой одной ошибки. Один раз ты сдохнешь где-то, словит тебя какой-нибудь инвокер с Виллоу, да, и все, дальше твой прессинг закончится. Но пока день, поэтому, в принципе, о прессинге речи не идет. Дождемся ночи, когда он будет активнее выступать. Потому что первая ночь прошла достаточно продуктивно. Много он побегал по карте и на топе побывал, и на миде фраг засетапил. И сейчас снова вернулся к обычному фарму. Марфа, пока Falcon Blade, решил выходить в Manta Style. Интересно, кстати, масочку не купил, чаще покупают все-таки. Ну, ты всегда выбираешь какую-то промежуточную шмотку, да, там, маску, Falcon Blade. Мне, если честно, не нравится здесь ни то, ни то. Мне кажется, надо было сразу покупать что-то большое в виде, там, не знаю, может быть, манты. Потому что что тебе нужно на Марфе против Баланара, да? Тебе нужна, наверное, какая-то либо пика, чтобы из Сайланса этого выходить. Либо БКБшка. Поэтому, не знаю, как-то вот промежуточная шмотка, которая тебе просто ману дает. Да ты и так вроде фуловый стоишь. Не знаю. Ну, рано или поздно придется перемещаться в лес. Там уже с фуловостью мана будут трудности. Что-то хочет Мэри Уай здесь. У него нет тоже шестого левела. Тринадцатая минута. Неужели так плохо все с экспой? Мидас себе, кстати, видела, да? Хочет купить Баланар. Ну, а что нет-то? То есть, если что, да, может Мидасить того же крипа Ликана. Пока что у него нету шарда. Точно рабочий. Видит, кстати, здесь Мэри Уай. Ой, напали на Лукаса. Очень хорошо. Точно он будет тут погибать. Очень больно. Здесь керри команды Манимейкер. Но все прилетают из Манимейкер сюда. Егор дерется. С Лейеру тоже очень больно. Атакера у нас стреливает. Там Террорайс отличный. Так, ну пока что размен один в один. Морфинг дерется здесь. У него маны мало. Мало маны, но есть 19 стиков. Поэтому его это еще спасти можно. Бигжан уходит в Шедоу Рилм. Проблемы начинаются у Найт Сталкера. Сильно просил по ХП еще и в куст застрял. И из-за этого размен получился один в четыре. Да, провал. Произошло то, о чем я говорил на самом деле. До всех этих пауз, ремейков. То, что морфлинг, который превращается в Эмбера. Это очень, очень сильно. То, что вот эти фисты, вот эти чейны. У тебя есть и на него кетч. И других героев ты тоже можешь останавливать. Это прям то, что нужно тебе на ранней стадии. А потом уже, если что, ты сможешь превращаться и в гирокоптер. Да, и нажимать флэк. Вот эту всю ману у гирокоптера выжгли. Неприятно. Фалькон есть, конечно. О, она для плачки. О, нет, там не напали. Да, вроде как-то все делают ТП. Там розочки вот эти стоят, ворованные от Рубика. Вот, кстати, сложно так играть. Ты понимаешь, чьи розочки. Да, да, да. Вроде добили Шаргарата. Да, вот добили его. И как-то потом файт очень сильно разделился, да. Вот Баланар не знает, что ему делать. Помогать ли ему Эмберу, помогать ли Шадоу Демону. По итогу просто хаос какой-то произошел в игре. И, да, проигранный файт от Манимейкерс. Мог бы уйти вместе с Эмбером, но решил вступиться там в какой-то момент за Клака. И это было уже лишним. На топе Т1 вышку Морф снес. Внизу сейчас тоже сетапится куча народу. Возможно, хотят разменять Т1 тоже. И Волчара тоже туда перемещается пофармить. Куда-то освобождает тройку и ближайший лес для Морфа. Под мид выход хороший Бигнума. Видно, на Вардике есть хукшот. Бигнум здесь точно должен погибать. Конечно, он дилеет все это тем, что он себя прячет. Дизрапшен, но... Ненадолго сделается. Тавер тоже должен упасть. Понимают ребята за Дайвер, что там Вард стоит. Найт Сталкер. У него ночь, но у ультимейта нет. Приходит нормально, наваливает. Но сейчас Айлен закончится и проблемы тоже закончатся. Хотя... Коги слабые. Слабые. Не оттолкнул Найт Сталкера. И получается размен один в один. И даже Тавер не добрали. Юа Алейку. А Шаргарат внизу зато подгрызает и вышку, и Крипов. Начинает возвращаться в игру потихоньку. Вижу у него Кватер Став. Да-да, Сабли он покупает. То есть понимает он, что против Найт Сталкера лучше Доминатор не грейдить. То есть какой-то старт тебе маленький домик даст. В любом случае, не знаю, Таверапа пушить. Как-то расшатать карту. А потом уже будет он выходить в такого прям полноценного кора. Райт Кликера. Ну да, Саблика это скорее выбор какой был у Найт Фолла какого-нибудь, когда он на Ликане играл. Кри-позиция. Тоже рабочая тема. Почему бы и нет. Правда, затрат нам будет собрать этот билд. Потребует это времени. С Грейджиным Доминатором ты бы уже в игру вступил, а с Сабли ты толком ничего не сделаешь. Да, и не сказать, что он прям очень много будет делать в игре. Снимает щит с Эмбера. Эмбер сейчас получит Террорайз. Террорайз очень неплохо его законтролил. И просто с бедлам Бигжан его забирает. Да, опять обошли всеми героями его аллейку в сторону мида. Просто зажимают. Хотят забрать все еще этот тавер. Помогает, конечно, здесь Саб. И помогает здесь, конечно, Найт Сталкер пока что качается. Гирокоптер. Но все это ведет к тому, что уже есть преимущество у команды Рэдди. И пока еще ничего не могут анимейкер спушить. Это самая большая трудность. Хочется открыть эту вышку внизу, а там постоянно Шаргарат отпушивает. Хочется и на миде что-то сделать, а там дефает куча народа. Но зато Гирокоптера бросили. И он сейчас уже везет себе Аганим. У него по Найтурсу дела хуже не стали. Первое место с отрывом от Морфан. Но все остальные сильно скатились. Да, но Морфа или Кан. Эти все герои будут хороши против вертолета. Поэтому я думаю, что имея хоть какой-то вообще денежный лид на данной минуте команды Рэдди, то дальше будет все еще хуже для манимейкерс. Ну пока никакого сопротивления это толком не оказывает. Вроде вот ночь есть, Баланарова вроде бегает. Один фраг сделал, на этом пока все. Хотели инвокера наверху подловить. А сейчас не получилось. Ой, прошу прощения, инвокер Барфа хотели подловить. Вот на инвокере сейчас на миде наткнулись. И кажется, сейчас для Баланара это ничего хорошего означать не будет. Есть дизрапшин на подсейв, но это вряд ли поможет. Уже урона очень много залетело, хотя вылетает. Много урона, вкус залетел. Но выживая, хотя там самстрайк задолжил его. И жить остается. Героя экспозиция. А, может быть получится еще и виллу поймать? Нет. Слушай, очень легко нападать с этим инвокером. Он кидает торнадо, туда залетает Брамбл Мейс. И как будто даже вообще не тратишь больших кулдаунов. То есть нажимается там бедламчик. И вот стянули всех героев абсолютно. Юа Алейкум потеряли всего лишь одного Клокверка. Но все спеллы-то опять есть. И они могут нападать просто по кулдауну. А Баланара, чтобы выжить, нажал ультимейт, который кулдаунится 2 минуты почти. А, оно сейчас скоро закончится. Ну ничего, Медайск пофармит пока. Лукас наконец-то вышел на нижнюю вышку с Егором вместе. Они будут ее разбивать. Здесь уже дефт не получится. И БКБ планирует себе собирать Симмер Спирит. Очень важный предмет в борьбе с инвокером. Да, точно ему нужно БКБ, чтобы хоть как-то выживать от инвокера с пылов, от Дарк Виллоу. Знаешь, что самое важное? Вот я видел в предыдущем вот этом микрофайте промежуточном. То, что Рубик своровал Алакрити. И мне кажется, у Семена должна быть чуть ли не всю игру такая задача, чтобы своровать Алакрити. Это очень жесткий баф на гирокоптера. Не так просто это сделать. Да, не просто. Но мне кажется, если он в какой-то ключевой момент сворует у Чиро Джуниора этот спелл, то можно драки переворачивать. Кстати, да, вот смотри, Морфинг купил себе пику. Как раз-таки против Баланара. Так тут смог. Мариуай разревелил. Ничем это не закончится. Тут Обсик достоял. Окей. Обсик нашли, разбили. И Манта Стайл уже покупать себе готов. Морфинг, кстати. Смотри, что делает Володя Шаргарат. Он блочит все кемпы своими волчонками. Опа. Попался Эмбер. Дизрабшин нам позволит ему за тот же стан. Стан он пережил, но правда хукшотов за это время прицелиться Мариуай сумел. И проблемы по хп остаются у Эмбера. Но он успел улететь. Да, в полном порядке. А как фармить гирокоптеру, когда тебе каждый раз кемп блочат? Вот знаешь, Володя Шаргарат — это легенда Ликантропа. И, наверное, он один из немногих, кто вот именно так играет. Там есть еще один пацаненок, которого забанили недавно вместе с Комой. Он тоже так же хорошо играл на Ликане постоянно. Просто каждый раз, каждый эншент спаун всегда будет заблочен. Промахнулся, что-то джуниор прокастером. Хотя не думаю, что у него были шансы его забрать, но там подтягивался Мариуай, мог подсаппортить. А Лукас все мы пока забираем... Ой, все мы похороним, видимо, да, здесь? Нет, живой, живой стики нажал. Нормально. На тоненького. Но это дефолтный момент, когда нет кнопки остановить атаку у твоего кэри. Ну, это важный был терзатель, на самом деле. Шард для Рубика прям супер-мастхэв. Мы видим то, что уже... Севить из скогов, как минимум, да. Да, да. Во многих моментах не хватает одного дезрабшина, даже, да, чтобы подсевить героя от спилов Виллоу, от спилов Унвокера. И шард будет хорошим таким подспорьем в этом деле. Шаргарат тоже себе БКБ фармит. Митрилхаммер уже ездит. Веточки с собой таскает на статы. Все-таки тоже универсал герой, поэтому любые статы ему в большой плюс играют. И зачилилась немного игра. Стали ребята играть поспокойнее, ждут своих предметов. Для герокоптера нужно добивать рецепт на БКБ. Манту себе добивать морф должен у него. Не так много до ультимейт-орбо осталось. Ну, и я думаю, имбирь тоже там БКБ свой хочет зафармить, прежде чем хоть куда-то идти. Да, но проблема в том, что манимейкерс должны что-то делать. Они точно здесь на таймере. И в скором времени им надо как-то темповать и нажимать смоки, пробовать забирать, может быть, Рошана. Ну, видимо, Бэдбум также считает. 1-3 дают они на Олегу Мнихау и 3-2 на команду Манимейкерс, судя. Потому как движется таймер. Они считают, что время уходит у Манимейкерса, а Олегу Мнихау это никак не мешает. О, Шир Джунир. Ну, он спалился на крипах, по идее. Ну, если камера там была у кого-то, то да, наверное, спалился. Ну, Егур очень далеко. Сюда, наверное, забегать никто не будет уже. Ну, как сказать, там хоста работала все это время у инвокера. Поэтому сейчас он заспотает. Хотя нет, отошел назад, посмотрел. Наверх не забирался. Манимейкер все находятся внизу и подбираются к Рошану. Неужели они готовы его нести? Ну, здесь спалилась уже контора. Полетела ракетка от гирокоптера. Есть шанс успеть стянуться у команды Олегу Мнихау. Если они как-то там смаканутся и побегут. Хотя Рошан падает очень быстро. Да, Рошан очень падает быстро, имея гирокоптера с его аганимом, с его критами. Очень много демеджа, да. Но я не думаю, что это страшно. Ну, вот так два телепорта прилетела на аванпост. Но это тоже было слишком поздно. Волки хотели разбить Айгес, не получилось. И Ликан нажал ульту. Нашли Сему. Широ Джуниор поставился, его пробивают. Хорошо, получается подраться с этим Айгесом. При этом всем еще его и не собираются в команде терять. Топ-аут под Шадоу Рилмом делает отсюда саппорт. Команда Олегу Мнихау, но Ширгорату не факт, что дадут уйти. Очень больно. Здесь он пробивается. И Хауль нажал. Тоже не сказать, что это что-то даст. Хороший момент для Манимейкерс. Мне кажется, они прям на халяву так здесь забрали Рошана. Прям как-то не собрано, мне кажется, ребята за Радиант сыграли. Они могли бы и сами туда пойти. Но получилось, получилось зачизить, скажем так, в этом моменте. Еще и 2 кила на Корах нашли. Неплохо, неплохо. Уже, скорее всего, да-да, там летит БКБ для Баланара. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Что сейчас самый лютый тайминг у Манимейкерс. У них есть БКБ на Гиро, у них есть БКБ на Баланаре. И у них есть Аегис. Я думаю, то, что они могут идти, просто ломиться вперед, просто лбом биться об врагов. И ничего им не сделать на данный момент. Наверное, ребята за Радиант должны их просто доджить сейчас. Ну а как за доджи шли? В чем проблема с Маканутсой? Попробую подраться еще раз. Каких-то огромных кулдаунов-то и нет. Ночь будет совсем скоро. И вот когда она начнется, попробовать напасть. Что, нет, что ли, не план? Да, можно попробовать, можно попробовать стопудово. Но можно потерять, знаешь, на месте Радиант какого-нибудь там клока, какую-нибудь виллу, да. И ничего страшного. Опять же, да, есть еще волки, которые разведывают территорию, да, и дают какую-то информацию, где находится враг. Либо, например, если ты даже волками там не разведал, не увидел никого, то тоже какую-то информацию собрал, что он, например, в другой части карты. Вот видишь, да, он Володя отправил уже своих саммонов искать. А, видишь, вышка стоит. Да, да, я их к этому хотела подвести. Что-то я это, да, совсем забыл. Но это ярко выраженный, наверное, обжектив сейчас. Вряд ли Радиант будет это дефать. Да там хп мало осталось. Да, что-то подошли, но, наверное, тут особо... Глиф дежурный какой-то прожали, но скорее просто потому, что нескоро команда сможет выдвинуться к Т2-вышкам. Видимо, считают так. Обновится Глиф только после падения ближайшей Т2. Очень-очень грамотно делают манимейкерс еще. И бот подпушивает Егору, которого там тоже БКБшка же, да? У него есть уже БКБшка? Да-да. Да, у них прям лютый тайминг. Три БКБ на корах. И пойдут, наверное, Т2-вышку сейчас манимейкерс. Глифа нет, почему бы и нет. Глифа нету, да. И, скорее всего, они будут еще и форсить на хайграунд дальше. Да, потому что Олегу Мнихау решили отзеркалиться наверху Т2-вышку сносить. И делают это явно медленно, потому что там народу меньше. И разведают волки все, что по перемещению манимейкерс пытаются сделать. Видят они то, что отошла команда по большей части, но двое идут все-таки к хайграунду. И реально стянуть сюда команду Олегу Мнихау звучит как план. Да, грамотно все очень делает манимейкер. Еще и мид подпушили, там и мид пушится тем временем. Так, а тут ТП от Морфа. Морф хочет превратиться, видимо, в гирокоптера. Да, превратился, она стреливает по нему. Ну, надо бы спасать Гирыча, здесь команда рядом. Может, отдадут Оегис, но после этого точно надо драться. Крустый задоджил. В полном порядке. Ой, нет, не задоджил, стрелил в куст, кстати, как бы не сгнил от него. Решил сам второй. Он специально решил умереть, чтобы быть фулл-хп, видимо. Так мог бы и остаться на месте, сонстрек бы получил. Ну да ладно, я думаю, это не суперважно, если... Лучше быть на самом деле с фулл-хп, да, чем с лоу-хп и Оегисом. То есть то, что ты можешь потерять позицию, пока ты воскрешаешься. Так, а тут Мэри Уай, его видно вроде было. Ну, ракетку точно должны сейчас понимать, откуда кидают. И в позиции за спиной стоит Найсталкер. Хочет он подловить ближайшую цель. Именно им может оказаться Клакверк. Понимают манимейкерс то, что нет у Ликана ульты. И они могут себя фривольно чувствовать на территории врага. И уже пробиваются очень сильно. Как они все грамоты делают. Они скипают пачки, они вот забирают мид-вышку. Прям такая вот, знаешь, тир-один дота в плане... Собранности. В плане собранности, да, вот относительно этого момента. Ну, Егор пошел толкать третью линию. Там тоже две вышки стоят. Сносив все эти вышки, можно кучу денег заработать. Чем, собственно, сейчас манимейкерс и занимаются. Эммер Спирит делает себе с Инжин Каю, а Бигжан решил выйти в мидасик. Интересное решение. Вот мне интересно, вот они сейчас забрали чуть ли не каждый, да, каждую внешнюю вышку. Остался один-то два тайвер в топе. О, 50 на 50, полный паритет дает у нас дота. И вот, знаешь, разве что-то мешает у Алейкум просто отсидеться на базе и дождаться любой какой-то минимальной ошибки манимейкерс? Кажется, они легко камбэкнуть. Камбэкнуть. Так. Лукас. Лукас на самом деле тут может встрять. Нажимает БКБ, ТПА. Мимо хукшот. Какой ужас вообще. Провал, провал полный. Могли бы такой фраг хороший забирать. Здесь Дарквиллу пытается сделать ТПА, но не выйдет. Да, как... Атакер Бигнума забрал. Ошибся ты изначально вообще, Лукас, то, что он нажимает БКБ, ТПА в таком моменте, да, когда есть Клок у врага. Но Клок просто промазал. Ой-ой-ой. Жесть. Спас от ошибки, получается. Ну, я думаю, то, что все-таки решают, да, то, что игра так сильно задержалась, вот эти все ремейки, вроде как, да, скрипт какой-то с Аегисом, да, грамотно реализовали, манимейкерс, а вот в каких-то микро-моментах все-таки ошибаются, ребята. Поплавал, бывает, небольшая. Атакер готов выходить на... О, тут, кстати, Аганин Клокверк сейчас собирает. Сейчас вижу то, что почти каждый к нему приходит, причем довольно рано. Да, приятная шмотка в любом случае. Ну, не сказать, что она какая-то прям супер-геймчейнджинг, но тебе гораздо приятнее играть на своем герое. Смок от его Алейкум. Куда они вообще идут-то? У них Вижена особо-то нигде и нету. Просто в Нов Вижен попробуют найти кого-то. Так, они видят Егора. Егор подрезал. Но Егор, очевидно, что сейчас уйдет на ремнант куда-то там назад. А где его ремнант? Вот что вопрос. Я думаю, на... А, нет, там смотритель, кстати. По точкам на карте вычислить не могу. Но так или иначе, сейчас Егора нашли. БКБ он прожал. Раз прожал, значит, реально нет ничего. И краденый террорайз полетел. А что тут Мэри Уай-то делает? Он хотел в спину зайти. Еще на муху кшотки, но, очевидно, не попал. Да, он, наверное, как раз-таки и хотел, да, сбить условный там телепорт. Я думаю, что они ожидали здесь одного Егора увидеть. И поэтому хотели его со всех сторон входить, чтобы точно уйти не сумел. Грамотно, грамотно двигают сейчас... Ух ты, Марфа, нападение. Он форсился, и во время форса его поднял Семен. Какая отличная игра от Рубика. Отлично играет. Но не получилось бить телепорт Дарквиллу. У Войт мана просто на Войт не хватило. Вот ты представляешь, насколько хорошо себя уверенно чувствует Морфлинг, имея вот эту пику, да? Он думает, что все, ну все, я никогда не умру от этого Блонара. И тут прибегает Семен. И тут прибегает Семен, и во время форса поднимает его. Вот это игра. И в 30-й минуте заходит на хайграунд. Тут, конечно, будет непросто, но Глиф потрачен. И пачка-то по Миду не подходит, потому что там все это время валки скипают линию. Да, тяжело будет в любом случае здесь базу пробивать. Наверное, надо уйти, да? Да, мы знаем, это Нексаршан скоро. Можно его подождать. Вот сейчас мы увидим этот момент. Вот он прыгнул. И вот на половине форса подняли. Очень жестко. У меня есть впечатление, что там даже если бы он и сумел форснуть, его все равно догнали. Слишком быстро перемещается на Исталкер. Он бы Вейфор нажал там в теории, да? Но вот это, наверное, говорит о том, что Морфу БКБ, что ли? Надо. Надо, надо. Трудно иначе играть. Все-таки этот Сайленс душит без перерыва. Опять же, теперь этот шарт на Рубике, который стерзателем ему достался. И смотри-ка, там уже криты большие у Герокоптера едут. А, ну так, чуть-чуть осталось добить. Совсем чуть-чуть. Да, это фигня вопрос. Так, Смок от Уалейком. Они, видимо, знают, где их оппонент. Да нет, Рошан, Рошан. Готовят Рошана. А, Рошан-то тоже может быть снизу. Дополнительный таймер запустился. Минута его. Но, так как время может оказаться любым, Широ Джуниор пошел на поиски Лукаса. Лукас, 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 Лукас. Рядом с ним Найт Сталкер есть. Он застрял в кустах. Есть Террорайз. И в этом Террорайзе оказывается инвокер. Потому что его закинул все мышцы спины. Еще и Дорнато украл. Семен просто в соло. Еще и Морфлинга здесь поднял. Он не может выйти. Так, пика. На нем есть Пурш. А можно гнать. Можно идти вперед. Или куда? Или что? Или как? Ну, вообще Широ Джуниор будет потрачен. Так что, с учетом такого расклада, почему бы и нет. Но нет и ульты у Найт Сталкера. А ночь будет не скоро. Просто Чилл, да? И Рошана заберем. И все. Ну, да, по идее. Но до него 30 секунд. В принципе, развернуться на этот момент это и могут. Успеет резнуться и инвокер. Хотя он прям притык. Но, возможно, зафорсить что-то получится. Но теперь уже сами Аликум Нихау разошлись. У Ликантропа нет ТП. Он его себе везет. Оно не на кулдауне, по идее, будет. По этому случаю, чего прилетит. Но есть впечатление, что готовы Аликум Нихау драться за этого Рошана. Нажали смолк. Ее, он инвокер, если что, ТП, да, нажмет. Володя Шаргарат вообще отказывается что-либо делать. Видимо, хотя ему ТП пришла только что, наверное. Посмотрим, посмотрим. Егор тут вроде как собирается разревилить. Так, есть смог. Есть смог. Семен, конечно, вообще жесть. Просто в соло. А нету ТП-шки-то у Володи Шаргарат. Ему, наверное, надо в парный портал бежать. Она на кулдауне. Она на кулдауне. Мэри Уай сейчас спалил контору, в принципе. В его жизни достаточно мало цена для такого нападения. Но теперь Фрирошан. Да, да. И я хотел отметить, посмотри, какой нетворс у Рубика. Мало того, что Семен феноменально нажимает с кнопки. Вот тот телекинез, тот террорайз в инвокере, у которого, кстати, БКБ было. То есть он не ожидал вообще, что в него влетит краденный террорайз. Очень круто отыгрывает и очень большой нетворс. И я думаю, что не зря, да, все-таки Манимейкер спикнули лучшего героя своему саппорту. Так, тут у нас есть Дарквиллу, которую поймали. Она на своих ветрах пыталась выжить, потом уже все стало гораздо хуже. И забирает ее моментально, отправляет в таверну вслед за Мэри Уайом. И все, теперь он забирает Сарашан без трудностей. И зацепили инвокера. Инвокер пока что был привязан. Широ Джуниор продолжает за ним следовать команду противника. БКБ ображал, чтобы сделать паут, и это удается сделать. Лукас был слишком далеко, чтобы успеть его пробить. И теперь можно реально пробовать заходить на хайграунд. Слушай, и БКБшки нет у Уокера. Утимейт, у Ликана есть, но мне кажется, он уже прям супер бесполезный. Вот пытается он купить себе Кирасу. Есть у него БКБ, но мне кажется, он вообще ничего не делает. Денег мало. Да, да, просто стоит Гирокоптер и настреливает. Тебе вообще наплевать на этого Волчару. И у Гирокоптера лютый тайминг. У него уже есть там дейдаус, может быть что-то еще сверху. После всех этих драк. Думаю, пора, думаю, пора. Да, пора. Но пока не торопится, закупаются. Деньги тратят, которые набили на этих сапиках, на Рошане. У нас уже очень большой Гирокоптер. У него и Сатаник, и дейдаус, и БКБ есть, и Аганим. Слоты собраны. И вот, Ликан. Волк не самый удачный сейчас конкретно. Посмотрим на все слоты, пока нам показывают. Есть с Анджин Кая и Молнии у Егора. Есть у Атакера заявка на... А, Скази он уже собрал, да? Получается. Ну, тоже хорошие слоты у Атакера. Но, к сожалению, у Волка пока очень сильно не хватает. Да, кажется, то, что Атакеру нужно еще БКБшка. Нужно, чтобы как-то нормально драться здесь. Но, слушай, ему уже будто бы и криты нужны. Потому что у... Дэмэджа не хватает, да? Да, дэмэджа не хватает. У Баланара уже есть Кираса. И просто банально влетев в свои формы, нажав БКБ, ну, рукой убьешь только, наверное, САПа максимум. Ну, сейчас у нас на топе Крипы подходят. Хотят запушить последнюю Т2-вышку, чтобы все три стороны были открыты. Волки продолжают разведывать. Волки продолжают там что-то толкать. Руну мудрости Егор приехал за контроль и законтролил. Широс Джуниор не успел. Чекнул. Даже, возможно, спинку Егора увидел. Но тем временем Лукас уже почти снял Т3-вышку на миде. Крипы там не скипаются. Пачка подойдет. И Кираса прилетела к Ширгорату. Все-таки он сумел деньги нафармить на нее. С Кираса уже можно попробовать подраться. Лукас отходит назад, потеряв половину хп. Сатаник есть. Поэтому отожраться даже от Крипов просто можно, что он, собственно, и делает. Да, будет сейчас бить уже. А вот то самое Алакрити воровное. То, о чем я и говорил. Это очень важно. Понятно то, что само это Алакрити можно испуржить. Торнадо, да, Инвокера. Но в любом случае это очень сильный спелл на верх. Жаль, что сейчас в Гриф все это Алакрити ушло. А вот и новое. Но сейчас у вас пуржер. Так есть же талант у Рубика, да? На минус кулдаун. Да-да-да, очень мало оно откатывает. Секунд 10 максимум. Да-да, это очень круто. Так, там еще и Стан на него вешают. Лукаса попробуют поддавить. Возможно, выбить Айегис. Бигнум подсейвит. Он даст дезрабшин, если надо будет. Пока Лукас ест сыр. И дальше нападение на Атакера. На него сел Найсталкер. Но БКБ прожимается. Теперь дерется Найсталкер с кем-то другим. А Лукас бьет Ширгарата. Как же больно ему залетают тычки с флэккэнона. Чирыч БКБ тоже, кстати, нажал. Лукаса пытаются пробить. Но у него все еще Айегис 2 минуты. Бигнум байбэкнулся. Прилетел сюда. Они хотят закончить эту игру прямо сейчас. Нет у ультимейта Уликана. Нет у БКБ у Морфлинга. Хотели с Лукаса что-то сбить. Но как бы не так. Там сейчас снова нажмется Сатаник. Отхилится от крипов. Егор далеко пошел. Далеко пошел. И на нем еще карткраун висит. Сейчас как бы получилось его подсейвить. И Т2 вышку надо добивать. Т2 вышку заберут. Нет у БКБ у Морфа. Можно спокойно заходить на вторую сторону. Есть Алакрити все еще у Рубика? Есть, да. Это то, что нужно ребятам. Что-то бояться, да. Не хотят. Почему не хотят? Потому что все порезались. У всех все откатилось. Хотя нет до сих пор шейпшифта. 37 секунд его не будет. Это довольно важное упущение. Или они хотят потратить деньги, заработанные здесь. Да. Может быть просто хотели выбить шмотки. Или нейтральны шмотки. Да, выбить тоже. Да. Есть уже две шмоточки. Очень хорошие для кор-героев команды Moneymakers. А тут смог, кстати. А куда они вообще побежали? Они пытаются... А кого они хотят найти? Они же должны понимать, что 100% в треугольнике находятся Moneymakers. А Moneymakers просто берут и заходят на ХГ. А что? Да, и к ним вернется это в случае чего. Там Ревнант стоит на тройке. Вот куда сейчас и прилетел Егор. Так что вся эта вылазка пришлась пустую. И приходится делать телепорты на базу. А вторая сторона неумолимо падает. Правда нет. Сейчас Алакрити. Уже закончился этот спелл у Инвокера. Помогают задолжить ЕМП дизрапшеном. И продолжает просто Лукас дальше бить. А нет, Алакрити на месте вешается сейчас. И как же быстро падают оба эти барака. Лукас готов. У Лукаса еще 30 секунд есть до выпадения Еггиса. Можно отойти и подождать, пока зарегенится. Или умереть. Он предпочел умереть. Да, он, наверное, предпочел умереть, чтобы переложить какую-то важную шмотку. Ну, ПТшка. ПТ очень важная шмотка. У него и бабочка еще появилась. Нету ничего против месов. У Алейкум. Морфингу. Нужно, что надо? Вот он начал выходить в криты, и уже ровно в тайминг у гирокоптера появилась бабочка. Мне кажется, могут идти дальше. Просто заканчивать по третьей стороне. Если удачно получится кого-то подловить. А команда Алейкум не хаос базово ходит, поэтому шанс ошибки от них имеется. И Найт Сталкер собирать себе башер решил. С Кирасой стало, например, легче, конечно. И с тавр дамажем в том числе. Лукас может себе еще один слотец поменять, как минимум точно. Еще и вместо БКБшки что-то поперекладывать. Есть куда расти. А вот Морфингу надо изобретать, как ему быть с этими критами. Пока он не отступает от своего плана. Но бабочку пробивать у него тогда ноль шансов. Магического дамажа в таком количестве у команды тоже нет. Да, абсолютно ноль шансов. Очень толстый этот гирокоптер. Пока что непонятно, чем его пробивать. Наверное, как-то магии, да, когда у него БКБшки не будет. Есть и у Инвокера Тевтеля, есть с Пылы и Дарквиллу. Но в любом случае есть чем подсейвить у Манимейкерса. И в этом их большой плюс. Так, линию запушили. Окей, тут никого из у Алейкум нету. Я думаю, это будет вот как такой финальный заход на последнюю сторону. Ну вот, тут Смакак наткнулся сейчас на Алейкум Нихао. Был Бигжан в их зоне видимости, но находит еще и Моривая. Тут отскочил на Форсике подальше. Широ Джуниор в Инвизе. Атакер за ним. Ну вот хотели сами Драку навязать в каком-то неожиданном месте Алейкум Нихао, но их спалили. Крипы там пока доедаются сами, без участия команды Манимейкерс. Лукас заходит на ХГ, там еще и попытались его закинуть. Это как-то съемочный сам его туда забросил, и колдаун ушел в молоко, но, по крайней мере, прочекал обстановку. Семен попытался застанить телекинезом таким образом Бигжана, который был в Шедову Реалме. Ну что, крипы подходят или не подходят? Да, долго еще до крипов. Кстати, ДДшка снизу появилась, никто про нее не знает. Ну, если Манимейкерс отойдут, то заметят ее, но такое ощущение, что отходить они не очень-то и собираются. Хотя до Рошана осталось всего ничего, минуты основного таймера. Наверное, уже есть смысл и подождать Рошана. Ну, не сказать, что прям суперполезно это ДД, да, потому что есть, как-никак, торнадо у Инвокера, чтобы спуржить его. Ну, бежит все равно, видишь, гирокоптер его подбирает. Хотя, слушай, да, можно отдать бутылку и подождать, когда нажмется торнадо, как раз-таки Инвокером, да, и потом уже нажать ДД и просто сломать базу. Конечно, конечно. Это будет довольно легко, еще и ДД, и Аллакрити сверху, да. Ну, Аллакрити надо украсть. Аллакрити надо украсть, это правда. Хекс появился у Инвокера, хороший слот. Будет ли его достаточно? Какой-то бедный в итоге Инвокер получился достаточно. Да, не получилось в мидгейме сделать каких-то грамотных мув, да, в топе вроде какая крутая драка от них была, но потом все, и с рукой он плохо был. Атакер без байбека хочет купить Дэйдалус. Уже купил себе Дэмон Эйдж в потайной лавке, пока отдали возможность до нее добраться, и теперь надо добить рецепт. Но в любом случае бая нет, шанс только один, и надежда на это Дэйдалус у него большая. Последняя сторона, на которую сейчас потихоньку давят Манимейкерс. Работает все это время тележка, работают иллюзии Герокоптера. Герокоптер сам стоит внизу, сейчас можно фею вниз пихнуть. Террорайс, помогли его задоджить, Хекс тоже. Но при этом все, чуть было не сожрали саппорта команда Манимейкерс. Но Жургарат Владимирову гораздо сложнее. На него летит ракетка, там БКБ. А нет, разбили ракетку, все хорошо. И можно заходить на ХГ, можно заходить и драться. Атакер прожимает БКБ. Атакер, зачем? На тебя же даже никто не напал, как же он перепугался. На Бигжана напали, Бигжана можно попробовать убить, если у него байбэк. Да, есть, он его делает. Сейчас будет уже просто падать третья сторона с дабл дэмэджем. Да, проблемы начинаются. И нападение на Герокоптера, много урона по нему пролетело, но его спрятали. И дальше он нажимает БКБ и начинает разрывать лица. Это минус, морг без байбэка и мега-крипы для команды Манимейкерс. Здесь получается все развернуть наилучшим образом для себя в команде. И теперь ГГ пишет Олейкум Нихао. Поразительная игра, Даш, мне кажется. В том плане, что мне показалось, что тут прям... Драфт гораздо лучше, да? Драфт просто, да, 80 на 20, наверное, в пользу ЮА Олейкум.